Выступление ко Дню Мира во всём мире. 1 ноября 2012 года. Джесс Мухин от имени Посольства Мира. Парадигма и программы мира. Добро пожаловать на празднование Парадигмы Мира. Радость от таких совместных собраний как раз заключается в том, что мы способны сделать позитивный сдвиг в человеческой эволюции, благодаря фокусу нашего намерения. Я испытываю гордость за возможность быть здесь сегодня и рассказать о Посольстве Мира, о той силе, которую имеет наша собственная просветлённая природа для сотворения гармонии на нашей планете. К настоящему времени уже написаны 37 книг, которые переведены на 18 языков, и всегда наши работы были посвящены состояниям персонального и глобального мира, а также вопросам здоровья и голода. Эти аспекты увлекли меня ещё в 7-летнем возрасте, а в 16 лет мой путь привёл меня к открытию медитации и глубокому переживанию моей собственной природы сути. Как посол мира я постоянно путешествовала на протяжении почти двух десятилетий. Эти поездки были направлены на то, чтобы вести работу с представителями многих правительств, включая Организацию Объединённых Наций в Вене и Нью-Йорке. Я путешествовала, чтобы встречаться со свами, мастерами и йогами в Индии, со старейшинами самобытных племён, племенами в Колумбии и Амазонии, с жителями трущоб в Бразилии, а также с эзотерическими группами по всему миру. За это время общими усилиями мы смогли перенастроить множество энергетических полей. Нам удалось поделиться практическими наработками с миллионами людей в более чем 30 странах. С ними мы образовали МЭПС – посольский союз в 1997 году. Предшественник посольства мира МЭПС – это движение пробудившегося позитивного общества, объединяющее людей всех возможных концепций жизни, которые привержены всеобщей гармонии и глобальному миру. И это множество людей сделало уже очень много, несмотря на то, что для многих из нас пребывать в мире означает весьма разные вещи. Когда мы работали в трущобах Бразилии, то женщины говорили, что жить в мире – значит просто иметь возможность безопасно посылать своих детей в школу, без волнений, что их дети могут быть убиты случайным выстрелом. Благодаря объединенному усилию многих соратников, все бразильские фивеллы, где мы работали, сейчас пребывают в состоянии покоя. Для наших самобытных друзей из Колумбии жить в мире означает жить в гармонии с планетой Земля и со всеми проявлениями жизни, чтобы не было постоянно нависающей угрозы со стороны глобального потепления или тех, кто хочет присвоить их Земле, и то и другое разрушает тот уклад жизни, который они предпочитают. Сейчас на планете Земля, в то время как одни люди теряют материальную обеспеченность из-за реструктуризации глобальной экономики, другие сталкиваются со смертностью, болезнями, депрессиями или одиночеством. Кто-то же борется, чтобы прокормить свою семью или просто за физическое выживание. И эти факторы воздействуют на большинство в нашем мире. Тем не менее, происходит достаточно часто так, что под воздействием этих проблем люди начинают искать внутренний мир и покой и способы усовершенствовать планетарную систему, чтобы она могла служить всем на пользу. Итак, после почти четырех десятилетий исследований настало время, когда посольство мира готово для того, чтобы преподнести новые системы функционирования, которые поддерживают как индивидуальное, так и глобальное очищение и более универсальную парадигму единого человечества, живущего в гармонии на единой планете. Один из самых просвещенных индийских лидеров, Махатма Ганди, предложил нам персонально стать тем самым изменением, которое мы хотим видеть в нашем мире. Многие осознают, что для того, чтобы мир существовал в гармонии, его жители также должны быть гармоничны и открыты для того, чтобы существовать во взаимно усовершенствующих отношениях. И ко всеобщему благу многие уже таковы. Чтобы поддерживать продвижение в гармонии, первый фокус посольства мира сосредоточен на персональной гармонизации согласно программе «Стиля жизни», которая использует древние знания и науку будущего для того, чтобы мы могли объединиться и мирно сосуществовать вне зависимости от наших культур и религий. Разработанная на основе десятилетних экспериментов и базирующаяся на принципах науки о биополях, программа роскошного образа жизни, состоящая из восьми пунктов, изменяет диапазон функционирования нашего мозга, переводя его из бета-диапазона частот в альфа, а затем тета-диапазона частот. Так мы становимся способны функционировать более эффективно благодаря возрастающей ясности мышления и глубине интуитивных способностей. Составной частью роскошного образа жизни является сила молитвы и акцентрирование ума на позитивном мышлении и умении видеть хорошее во всех и всем. Другим аспектом программы этого образа жизни является медитация, которая позволяет нам стать более отрешенными и видеть объемлемую целостность происходящих вокруг событий. Если мы добавляем к этим вещам легкую диету, относимся к телу как к храму, бескорыстно служим, проводим время в безмолвии на природе и слушаем сакральную музыку, то самым естественным образом обнаруживаем, что становимся наполненными миром, здоровьем и гармонией. Великолепие этого образа жизни заключается в том, что он создает тончайшую магнетическую настройку именно на ту самую силу, которая создает и поддерживает все существование, все проявления жизни и стимулирует более сильное течение самой сути через все наши системы, что в свою очередь меняет способ воздействия наших эманаций на весь мир вокруг нас, поскольку энергия сути взаимосвязывает все бытие. Наша суть является также той самой надежной и заботливой силой, которая может создать глобальное единство, поскольку является наимудрейшим учителем, наставником и целителем, какого мы когда-либо знали. Способность видеть этот мир глазами сути, чувствовать ее присутствие в себе, в своем дыхании и быть способными наполнять ею все наши системы – вот величайший дар, который мы можем сделать и себе, и другим. Ведь именно постоянное слияние нас и природы нашей сути может утолить любой человеческий голод, даже жажду покоя и мира. Многие верят, что для того, чтобы люди коллективно смогли эволюционировать к парадигме мирного существования, мир, не осознающий свою собственную истинную природу, в первую очередь нуждается в опыте ее переживания. Доступ к своему внутреннему Царству Небесному – это стоящее искусство, чтобы им поделиться. Путь к Царству варьирует. Хотя, если брать в общем, то все эффективные пути содержат в себе те принципы, которые позволяют нам существовать как более просветленной цивилизации. В 2012 году, чтобы поддержать такую настройку, мы выпустили прагматическую программу посольства «Быть сутью». Эта программа включает в себе простые, но весьма могущественные инструменты преобразования, поскольку пребывание в состоянии соединения с нашей сутью всегда позволяет нам быть наиболее эффективными. Так происходит по причине того, что мы существуем в поле интеллекта, которое перестраивает себя в соответствии с нашим собственным осознанием. И сейчас как раз время для того, чтобы каждому выбрать либо путь любви и свободы, либо продолжать поддерживать старую, основанную на страхе парадигму, которая удерживает наш мир в изменениях разобщенности и противоречий. Тем не менее, где бы я ни путешествовала, я всегда встречаю людей, которые хотят быть здоровыми, испытывать радость и переживать гармонию. Давайте сделаем паузу, чтобы принять обязательства перед самим собой и друг другом. Помним, что как только мы разместим следующие программы, радующие наши сердца, в квантовое поле, то усилим каналы связи и поддержки, чтобы воплотить это в реальность. Дышите глубоко и спокойно. Сейчас я озвучу следующие формулировки. Если вам понравится то, что вы услышите, просто говорите «Да, да, да». Как гражданин планеты Земля, я по праву своего рождения требую существования в ритме покоя и мира, чтобы познать эту жизнь как проявление рая прямо сейчас. Я открыт для того, чтобы переживать и наслаждаться состоянием здоровья, счастья и гармонии внутри себя и со всем сущим прямо сейчас. Я прошу мою суть соединиться с сутью моей семьи, моих друзей, моих коллег и всех существ, кто открыт для этого, чтобы наше общее знание и существование разворачивалось в измерении высшего добра для всех. И снова, если вы чувствуете, что сказанное – это как раз то, что вам нужно, вслух или про себя скажите «Да, да, да». Сделайте несколько глубоких, медленных вдохов и просто откройтесь, чтобы почувствовать, как силой нашей сути эти утверждения воплощаются в реальность во время того, как мы помогаем настройке тонов квантовых полей. Давайте продолжим парадигмы глобального мира. Приоритетом посольства мира является предоставление системы целостного образования и ее поддержание с той целью, чтобы любой смог наслаждаться миром и покоем, которые приходят вместе со знанием себя самих. В 2002 году мы запустили программу всеобщего мира провидения Мадонны для того, чтобы поднять вопрос об элементарных человеческих правах и вступиться за тех, кто лишен даже этого. Программа предназначена, чтобы снизить политические трения, религиозное и экономическое напряжение посредством специфической позиции, действий и проектов. Интересно отметить, что статистически в год для устранения глобального явления нищеты достаточно перенаправлять на эти нужды всего лишь треть планетарного милитаристического бюджета. Соответственно, только объединенные изменения в наших коллективных приоритетах сможет разорвать этот порочный круг и преобразить наш мир. Другие программы посольства также способствуют преображению мира, так как расширяют наше сознание так, чтобы мы стали способны перейти от повестки бесконечных «я, я, я» к фокусу «мы», проявляя заботу обо всем, что находится на Земле, особенно о наших детях. Ведь каждые две секунды на планете от болезней, связанных с голодом, совершенно напрасно умирает один ребенок. На Западе, страдающем от ожирения, миллиарды долларов тратятся на лечение болезней, которые являются преимущественно следствием токсичных мыслей, токсичных чувств и шаблонов, токсичного питания. Такая ситуация может быть легко исправлена благодаря проектам посольства по глобальной гармонизации, которые предназначены поддерживать перенаправление ресурсов нашего мира и раскрыть дополнительные свободные ресурсы, о которых мы забыли. Например, программа пронического питания учит тому, как использовать космическую микропищу, чтобы обрести свободу выбора, возвратить в состояние баланса аспекты мирового здоровья и голода. Разрабатываемая на протяжении более 45 лет, программа пронического питания дала начало бритарианскому движению, которое насчитывает уже более 40 тысяч людей, таких же, как и я сама, которые не зависят от потребления мировых пищевых ресурсов. В 2006 году мы начали съемки документального фильма «Вначале всего был свет», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в 2010 году. Ставя ударение на силе мысли, фильм содержит множественные интервью с теми, кто использует прану как космическую микропищу, чтобы взглянуть на это явление с медицинской точки зрения и с точки зрения строения квантового поля. В фильме также повествуются о преимуществах, которые возникают из состояний слияния с энергией сути и обладания свободой выбора. Я благодарю всех тех, кто поддержал создание этого меняющего парадигму существования фильма. Представьте, что, если бы мы сократили 50% текущего потребления пищи? Представьте тот эффект, который имело бы на нашу окружающую среду сокращение потребления пищевых ресурсов, при том, что мы сами становились бы более здоровыми и счастливыми. В то время, как эта реальность бросает вызов многомиллиардным продовольственному и фармацевтическому бизнесам, глобальная польза просто невероятна. Питание нашей собственной сутью является закономерным витком эволюции, ведущим нас в более светлую, свободную и умиротворенную реальность, о которой столь много уже пророчествовали. Мы знаем, что мир и покой приходят из состояния свободы от страха и конфликтов, которые сейчас присутствуют на Земле. Многие все так же по инерции придерживаются позиции «давайте пока ничего не будем делать, подождем и посмотрим». В это же время есть и те, кто отождествляются с пророчествами и реальностью. Все-таки, а что если? А что если мощные солнечные протуберанцы, возникновения которых некоторые ученые предсказывают, приведут в бездействие все земные компьютерные системы и дезактивируют всемирную сеть интернета? Если это произойдет, что случится с нашими распределительными системами экономики, банкинга и информации? Что если произойдет галактическое выравнивание, и связанные с этим магнитные возмущения вызовут цунами, землетрясения, массированные извержения вулканов и эпидемии, которые приведут к массовой гибели? Как насчет непрекращающегося политического противостояния на Ближнем Востоке, которое может привести к глобальной войне? Что насчет экономической перекройки Европейского Союза и дезадержного глобального финансового кризиса? Вдобавок, как насчет эффекта глобального потепления? Насколько тяжелыми могут быть его последствия? А что если то? А что если другое? А что если что-то вообще? Слишком много переживаний по всем этим поводам будут держать страхи и дальше. Поскольку Вселенский Закон гласит, что все, на чем мы фокусируемся, усиливается и возрастает. Вместо этого фокусировка своей жизненной силы на наслаждении каждым моментом здесь и сейчас и на лучших версиях самих себя, которыми мы способны вообще быть, является наиболее эффективным способом трансформации, который обеспечит, что ни одно из «а что если» больше не будет являться непреодолимой проблемой. Периоды оледенения обычны в нашем мире. Цивилизации приходят и уходят. Миры также в действительности возносятся, а люди покидают свои тела все время для того, чтобы перемещаться в другие реальности. Реальность страхов «а что если» является проблемой только в том случае, если мы верим, что все, чем мы являемся, это тела с эмоциями и мыслями, и если мы до сих пор так и не ощутили, кто мы есть на самом деле. Благодарение это наука высшего света может освободить нас от многочисленных ограничивающих идей, привязок и страхов. Целостное образование, которое включает в себя данную науку, является жизненно необходимым для нашей свободы. И поэтому в 2010 году мы выпустили программу «Путей мира» для прагматического продвижения на Земле сознания единства. Первые три из «Путей мира» напоминают нам о том, что мы являемся спектрами ритмов энергии, которые мы способны менять по своей воле. Мы, ощущая благословение, что пришло из опыта жизни, который мы уже приобрели на данный момент, можем коллективно востребовать новый путь существования. И этот новый путь будет благотворен для всего сущего на планете Земля. Пути мира 4, 5, 6 и 7 напоминают нам о том, что мы способны быть королями и королевами наших внутренних и внешних королевств, таким образом, что это будет улучшать одновременно всех нас. Это происходит благодаря осознанию доступных нам измерений бытия, из которых мы можем выбрать те, в которых хотим укорениться при помощи изменения отношения к жизни и ее стиля. 8, 9 и 10 пути мира позволяют нам более эффективно взаимодействовать с интеллектом квантового поля и входить в состояние слияния с нашей сутью, чтобы постигнуть высший потенциал любви. В завершении 11 и 12 пути мира помогают нам получить все дары нашей сути, чтобы мы смогли пребывать в умиротворении, которое является яркой и высоко ценимой составляющей вселенского бытия. Понимание и применение этих 12 путей приносит столь много покоя, а слияние с нашей сострадальной природой сути позволяет нам находить совершенные решения любых неоднозначных ситуаций и противоречий, на которые мы, как эволюционирующий вид, можем наткнуться в настоящее время или в будущем. Итак, давайте посвятим несколько минут, чтобы поддержать глобальную гармонизацию. Мы глубоко, медленно, умиротворенно дышим. И в это время открываемся переживанию могущества нашей объединенной коллективной сути и ее способности дать желаемый результат. Сейчас, когда я буду читать следующие утверждения, если они позитивно резонируют в вас, просто говорите «Да, да, да». Мы просим, чтобы совершенное решение, которое идет во благо всем, было ниспослано в сердца и умы каждого, кто вовлечен в любой аспект глобальных конфликтов прямо сейчас. Как послы мира на планете Земля, мы также просим, чтобы совершенные политические, экономические, образовательные и экологические системы, которые всем и всему пойдут на пользу, были ясно и гармонично укоренены и применены во всех энергетических полях Земли прямо сейчас. Сделайте еще несколько глубоких, медленных дыханий и представьте, что все это осуществляется прямо сейчас. В завершении давайте обратимся к вселенскому уровню покоя. Полагаем, что в конце концов мы коллективно достигнем состояния единства и мира. А что затем? Персональная гармонизация приводит к глобальной гармонизации, что в свою очередь закономерно ведет к вселенской гармонизации. Поскольку наша планета транслирует энергетические импульсы, качественно новые импульсы изменят наше положение в матрице существования и вознесут нашу планету в новое измерение. Да, и хотя это наша планета, тем не менее есть множество существ света наших многомерных друзей, которые всегда присутствуют здесь, поддерживая нас тем же самым образом, каким они поддерживают любые другие миры, становящиеся на путь мирного сосуществования и оставления состояния двойственности. Мы можем настроиться на взаимодействие с ними в наших медитациях, поскольку наша суть это также и их суть. Эти существа высказываются очень ясно о том, что осознание вселенского закона и все более глубокое отожествление с нашей природой сути являются ключевыми для плавного перехода в новое состояние бытия. Программа вселенской гармонизации предоставляет полную информацию об этих законах и многих существах света, которые готовы приветствовать наше возвращение обратно в качестве членов их межгалактической многомерной семьи. Мы обнаружим, что благодаря усовершенствованию наших индивидуальных частотных эманаций и принятию сострадательного образа взаимодействий мы становимся способны жить в той действительности, в которой мы желаем существовать. Многие посредством медитации уже обнаружили, что любые измерения, включая райские миры умиротворения, уже существуют и доступны прямо здесь и сейчас, внутри нас, и только дожидаются нашей сонастройки с ними. И все же, несмотря на весь опыт и идеи, все на Земле есть сегодня так, как оно есть. Действительность контролируется из постоянного смешения 7 миллиардов различных кинофильмов о реальности. Согласно науке высшего света, доминирующая коллективная чистота определяет наш эволюционный путь. И мы знаем, что то, на чем мы сфокусированы в настоящем, определяет наше существование в будущем. Старейшины самобытных племен уже долго являются убежденными в могуществе времени сакральных сновидений и в нашей способности сновидеть новое будущее, притворяя его в реальность. Они также говорят, что наша форма жизни является лишь частью грандиозного божественного сновидения. Пробуждение внутри чуждого нам сновидения посредством того, что мы начинаем формировать сновидения, в которых мы хотим жить, является еще одним существенным ключом к покиданию мира хаоса, ибо именно сейчас настало время осуществления мечты. Моя огромная благодарность миллионам людей нашего мира, которые воплощают в реальность мечты о существовании наполненном радостью и покоем. Многие добиваются этого, приводя в гармонию мужскую и женскую, лево и право полушарную природу мозга, логику и интуицию, и принимают персональную ответственность за то, что мы творим. Сегодня я предстала перед вами как жена, мать и бабушка. И как многие женщины этого мира знают, именно исполняя такие роли, мы учимся, как становиться миротворцами и дипломатами любви и сострадания. Посольство мира в настоящий момент включено в новую операционную систему, и его пульсации в нашем мире становятся все сильнее. Так давайте же вложим свою лепту в этот процесс и поддержим парадигму мира нашим собственным переживанием и опытом. Мир для всех это всего лишь пульт переключения каналов. Это полоса частот, на которую мы все можем настроиться. Наслаждение здоровой и счастливой жизнью, глубокая и удовлетворенная любовь, вознесение в новую парадигму, существование там вознесенными, присоединение к действительно цивилизованным царствам и постижение пользы всего этого, все это может принадлежать нам по праву нашего божественного происхождения. Мы стоим на пороге гармоничного глобального существования, и это является поводом для начала празднования, в то время, как мы сознательно будем открывать парадигмы, которые улучшают целое. Разговоры разговорами, но их недостаточно. Нам также нужно действовать таким же образом, как мы это уже сделали сегодня. Давайте сейчас закончим, выразив определенное намерение еще раз. Дышите глубоко и медленно. И давайте сделаем следующее утверждение. Суть творения внутри меня и вокруг меня и во всем бытии. я становлюсь еще более точно и глубоко настроенным на канал твоей бесконечной любви и мудрости для того, чтобы, пребывая в мире со всем миром, исполнять свое божественное предназначение во благо всему сущему. как существа сути на планете Земля, мы полностью открываемся здесь и сейчас исполненному божественной милости переходу нашего мира к совершенным парадигмам, которые станут питать и наполнять всех нас. Мы провозглашаем совершенный мир на Земле. И давайте снова утвердим с глубочайшим чувством. Мы провозглашаем совершенный мир на Земле. Мы провозглашаем совершенный мир на Земле. Все вместе. Давайте прибавим к этому несколько своих сердечных ноток и почувствуем себя так, словно наша суть поет сквозь нас. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...